МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир «Конного мира». Продолжает программа «Обратный отчет». Меня зовут Максим Синаторов. Как всегда, в этой студии мы говорим о главных событиях предстоящих выходных, которые пройдут на ипподромах России и мира. И сегодня главной темой для нас будет осенний кубок конозаводчиков. И к этим событиям мы подготовимся вместе с нашими экспертами. Рамазан Чучаев, гоневладелец и постоянный эксперт «Конного мира» Евгений Капушев. Коллеги, вас приветствую. Ипподром «Краснодарский» 16-17 октября соберет настоящий чемпионский состав. И на протяжении двух дней мы увидим 20 великолепнейших скачек. Потрясающий призовой фонд. Об этом мы сегодня еще обязательно поговорим. Но, безусловно, такие скачки, их ждут действительно целый сезон. Когда соберутся на осеннем кубке конозаводчиков представители своих лучших дивизионов. Год от года действительно такие скачки собирают первоклассные составы. Уже девятый год. К ряду проводятся такие митинги. Но с недавних пор этот митинг делится на два дня. И каждый день это потрясающие скачки. Это невероятная атмосфера. И обо всем этом сегодня мы будем говорить. Но вот, коллеги, для вас прежде всего, как для специалистов, поклонников скачек, призовой фонд является важным обстоятельством не только для того, чтобы посмотреть, но и записать свою лошадь в ту или иную скачку. Призовой фонд этого года составит двух дней. Составит 28,5 миллионов рублей с учетом платной записи. Рамазан. Ну, призовой фонд, он всегда является неотъемлемой частью. Также мы вот на примере, мы видели, да, в августе месяце призовой фонд там в Казани. И призовой фонд в Москве был. Я, конечно, выбрал, повез в Казань. Поэтому это составная часть. Евгений. Да, без всякого сомнения, это важнейший фактор. Я уже много раз говорил, по нашим временам я лучше в открытый приз поеду, который миллион стоит, чем в первую группу, которая стоит 120 тысяч рублей. Хорошо, эту тему мы еще попробуем сегодня развить. Дорогие друзья, представляем вам все расписание. Двух дней и субботы, и воскресенье. Первый день Кубок Майлеров. Титульная скачка. Но, как вы видите, 11 скачек будет в первый день осеннего Кубка Конозаводчиков. Здесь на любой вкус будут события. И для двухлеток доморощенных, и не только. И майлеры, и спринтеры в Гранд Критериум. И приз Жакии Клуба. И Кубок Чемпионов. И приз императрицы Екатерины Второй. То есть все это будет представлено вашему вниманию. Ну и что касается второго дня, то здесь, безусловно, тоже будет великолепный состав и участников, и великолепный состав скачек. Прежде всего, это розыгрыш Супердерби, осенний марафон. Об этом мы сегодня будем обязательно по порядку говорить. Ну и для того, чтобы расширить кругозор тех комментариев, которые прозвучат в нашей сегодняшней программе, мы приглашаем к диалогу Нина Анатольевна Хохлову и Василия Григорьевича Юрченко, которые подключаются к нам из Краснодара. Коллеги, мы приветствуем вас. И, Нина Анатольевна, первый вопрос вам. Какая сейчас погода в Краснодаре, и что представляет собой скаковая дорожка? Это тоже очень важно перед такими днями. Добрый день, дорогие коллеги. Я просто хочу в начале программы ответить на вопрос о призовом фонде. Я бы займу буквально полминуты. Вы задаете риторические вопросы конозаводчика, Максим. Два источника финансирования призового конозаводства. Это выигранные призовые суммы и выручка от реализации своих лошадей, которые тоже напрямую зависят от призовой суммы, разыгрываемой на ипподроме. То есть, если лошадь потенциально будет участвовать в дорогих призах, конозаводчик может смело просить за него хорошие деньги. Теперь по записке буквально два слова. У нас было заявлено порядка 250 лошадей. Первоначально, когда мы составили расписание, Евгений Сагиточ нам утвердил расписание. У нас же добавились осенние, у нас добавился прощальный. Я так думаю, не соберем мы этот прощальный, арабские скачки. Вот у нас не собралась только для старшего возраста арабских лошадей скачка. А так, записка была порядка 250 голов. Несмотря на то, что призовой фонд чуть поменьше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, очень высокий, почти 30 миллионов. Высокий, и не только количественно, но и качественно очень серьезные лошади были заявлены. Нина Анатольевна, а вот что касается дорожки, что касается дорожки, в каком у нас сейчас состоянии? Я сейчас вам скажу, значит, погода у нас осенняя, хорошая, дорожка в великолепном состоянии. Сегодня на резвых работах у нас буквально 2-3 головы прошли с резвостью 30, 5 сотков. Все остальные были резвее. А особо одаренные, такие как старшего возраста лошади призовые, которые будут участвовать, прошли резвее 29. Это говорит о том, что дорожка ровная, качественная, да и бог, чтобы повезло с погодой. Нина Анатольевна, спасибо вам огромное. Остаемся на связи. Василий Григорьевич, вы сегодня на утренних работах присутствовали. Какие впечатления, опять же, от тех секунд, которые показывали лошади? И, по вашему мнению, в каком порядке находится дорожка? Максим, добрый день. Я не знаю, у меня почему-то какие-то происходят обрывки. И Нину Анатольевну слышал, в общем-то, обрывочно. Вы слышите нормально меня? Да, мы вас слышим прекрасно. Продолжайте, да. По ходу дорожки. Да. Ну, по ходу дорожки, значит, дорожка вот уже 3 дня, как великолепная, шикарная дорожка. Лошади просто хотят бежать, думаю, наверное, повторяю Нину Анатольевну, но дорожка в самом деле очень-очень хорошая, летучая дорожка. И мало того, что хотят лошади бежать по ней, и собрались такие сливки, в общем-то, со всей России на скачки в Краснодаре. Это просто задумаешься даже, как бы, тут кто что сделает. Василий Григорьевич, спасибо вам огромное. Также остаемся с вами на связи и приступаем уже к разговору непосредственно о тех скачках, которые состоятся в субботу и воскресенье на Краснодарском ипподроме. Как уже было сказано чуть ранее, мы пойдем по порядку, чтобы не перемешивать свои впечатления и комментарии, аналитику. И начинаем мы с большого приза. Ну, позволь, Максим, я просто два слова скажу, не на правах эксперта, а на правах одного из организаторов, поскольку имело прямое отношение к составлению календаря этих двух дней. И кондициям скачек я изменил, предложил изменить буквально две кондиции по сравнению с прошлыми годами. Это первое, увеличить дистанцию приза кубок жакей-клуба с 2 до 2 400, потому что у нас, получается, фактически две одинаковые скачки. Ну да. С кубком чемпионов. То есть пусть одни идут сюда, другие, кому 2 тысячи подходят лучше туда. И потом выяснилось, что у нас в дивизионе трех истаршие слишком много скачек или четырех истарших на 2-2 400. То есть их слишком много, мы просто поголовье не соберем, поэтому в честь праздника урожая я сократил до 1400, потому что 1400, это в отличие от 1600 на Краснодарском ипподроме не такая страшная дистанция с точки зрения старта. Там у всех более или менее равные условия. Вот предоставить тем лошадям, которые любят более короткие дистанции, но при этом не настолько хороши, чтобы ехать кубок Майлеров или Гранд Критериум, чтобы у них тоже была возможность себя проявить, вот для них приз праздника урожая. Все остальное примерно так же, как год назад. Отлично, мы увидели таблицу большого приза, скачка собрала на данный момент 13 голов, флайинг-лидер на данный момент опять же в резерве находится, пока никто не снят. И будем говорить про фаворитов. И первый из их числа это Хонор Верер, победитель приза первой короны на Краснодарском ипподроме Рамазан. Хонор Верер в этом сезоне неоднократно нас радовал своими победами. Четыре старта и три первых места. Один раз он остался третьим в призе конозаводчиков Кубани. Впечатление от него и, как правило, большой приз он дает нам будущих чемпионов уже на три года. Вот сейчас перспективы на большой приз и на трехлетний сезон. В перспективе он показал уже по скачкам, как он и в резвость хорошую, и выиграл. Очень интересно. Это первая ставка, по-моему, да? Онор-кода. Да, Онор-кода. Интересно же ребят он дает, да. И в этом году они в цене еще выросли. В принципе, тенденция такая. Но здесь записка очень интересная. И ему будет непросто. Я себе отметил там три-четыре головы, которые дадут ему там бой хороший. Хорошо, коллеги. Спасибо вам огромное. Совсем скоро вернемся в студию обратного отчета. Нина Анатольевна, ваше мнение хотелось бы услышать. Видели ли на работах Онор-Вериора в преддверии старта в большом призе? И, быть может, изменения по Онор-Вериору какие-то отметили для себя по сравнению с тем порядком, который у него был в начале августа, в призе первой короны? Ну, во-первых, даю информацию. Рокки Крит у нас снимается, и флайинг-видер занимает резервный бокс. Вот, то есть, небольшое изменение. Но основные лидеры у нас все в строю. Онор-Вериор в порядке, в блестящем порядке, собран. Хорош. Но, извините, и Челленджер Барс тоже хорош. И пламя здесь. И Антек. Но Антека не вижу. Приедет он буквально на днях. Пинкейр. Я считаю, у Хонор-Вериору будет с тем же Челленджер Барсом справиться намного сложнее, чем это было в августе месяце. Но жеребец в порядке. Вот если мы говорим о Хонор-Вериоре, жеребец в порядке. Мое мнение, фаворит все-таки здесь будет Челленджер Барс. А вот это интересный момент. Поборются с ним их. Да. Да, это очень интересный момент. Я, значит, объясняю. У нас в повороте полевой бокс у Хонор-Вериора будет очень тяжело. Очень тяжело. А там Антек, извините, убровки стартует. А вот Пинкейр и Хонор-Вериор не повезло с жеребьевкой. Однозначно. Хорошо, коллеги, спасибо огромное. Тотически сложно будет. Да, Аня Анатольевна, спасибо огромное. Остаемся с вами по-прежнему на связи. Евгений, Челленджер Барс в Павловской выиграла свою скачку. Но там помогла ему Кэнди Сим, которая компанию довольно сильно разогнала. И вот по призу первой короны было заметно, что Челленджер Барс рвется вперед. Он хочет лидировать. В связи с этим, не станет ли это проблемой в предстоящей скачке, учитывая, что там и поля достаточно большие? Нет, не станет. Это станет проблемой на три года, когда будет нужно ехать на 2400. Если не удастся его успокоить. А на 1600 в такой компании это совершенно не проблема. Тут, опять же, желающих ехать резво полно. И лошади, которые могут взять на себя функцию, которую взяла в прошлый раз на себя Кэнди Сим, предостаточно. Поэтому здесь проблем не будет. Хорошо, обратимся к Василию Григорьевичу Юрченко. Василий Григорьевич, удалось ли вам увидеть утренние работы и в конюшне увидеть Челленджер Барс, обменяться какими-то мнениями со Станиславом Круглыхиным по этому жеребцу? В общем-то, значит, видел жеребца, значит, в порядке, конечно, мнениями обменяться не довелось. По простой причине занимаешься своими лошадьми. Он занимается своими. На кругу очень много лошадей. Даже в растеряхе оказываешься. Не успеваешь пресечь даже всех, кого хотелось бы. Но думаю, конечно, в общем-то, да, то, что он годится, это годится. Ну и вот, я не знаю, как там, Челленджер Барс тоже. Я не думаю, что это будет просто так лошадка для битья. Думаю, тоже должен пройти хорошо. И мне, например, интересно очень увидеть Кинг Боя. Очень интересно. Потому что работался хорошо жеребец. Да, и как раз пришел вторым за Челленджер Барс на большой приз в Павловской. Василий Григорьевич, спасибо вам огромное. По-прежнему мы с вами на связи. Возвращаемся в студию обратного отчета. Рамазан, Антек. В этой компании Антек доморощенный по сравнению с американцами, не обладающий столь резвым приемом, что показала скачка на Центральном московском подроме в призе Национальной скаковой ассоциации, когда он был третьим за КНДСим и Пламя. У вас перед глазами фактически весь этот сезон Антека прошел. Впечатления по нему и шансы в компании с американцами. Судя по Москве, он очень такой интересный жеребчик. И резвость при нем же. В Краснодаре дорожка ему тоже очень сильно повезло. С поворота и по своей резвости он может чуть-чуть и растянуть компанию. Те же, которые фавориты, которые у нас там, он разоряжет, ему придется тяжело. Но учитывая, что бокс полевой. Да, да, да. По этой причине. Евгений, по поводу Антека и по поводу приема, учитывая, 1600 надо сразу занимать хорошую позицию. Там уже времени особо не будет по дистанции. Вот Антек в этой компании, вот опять же, у меня пример перед глазами, да, скачка на Центральном московском подроме. Инина Анатольевна тогда тоже говорила, что вот приехали Краснодарская резвая к НДСим, да, приехал Пламя. Да не только. Смотрите, в этом году, опять же, мы об этом много раз говорили, двухлетний дивизион в целом был довольно слабый. Это не оценочное осуждение. Сколько раз приезжали гастролеры, столько раз они и того же самого Антека обыграли. Челленджер Барс его обыграл в летнем призе. Соответственно, к НДСим и Пламя обыграли его в призе в честь Национальной скаковой ассоциации. Да, в Москве он лучший, но в целом в Москве двухлетний состав был так себе. Опять же, видимо, по причине того, что там американцев не было вообще в этом году. Их просто физически не было. Те, которые приезжали, выигрывали. Поэтому я не знаю. Опять же, заслуживает уважения то, что Иван Петрий записал его сюда, хотя вполне мог бы ехать на «Надежду России». Ну, посмотрим. Я его фаворитом не считаю. Я скорее считаю одним из фаворитов недооцененных – это «Анджелик Мюзик». Хорошо. А вот по поводу пламени обращаемся к Нине Анатольевне Хохловой. Нина Анатольевна, видели этого жеребца? Уже приехало три наделения из Сыбабуева на Краснодарский ипподром? Что по нему скажете? Да, лошади в порядке. Опасный, очень опасный соперник. Очень опасный. Ходит с настроением. И кинг-бой у нас тоже не подарок. Скачка будет, ну, просто. Поэтому я и говорю, 100% не даю Конор Вериору, хотя считаю его фаворитом номер один, одним из фаворитов. Потому что тактически он проигрывает. А здесь такие ребята собрались, что вот это может быть фатальным. Его 12-й бокс. Лишит победы. Клату въедет. За победу будет очень проблематично бороться. Анина Анатольевна, спасибо вам огромное. Пламя считаю в плату. Да, да. Да, подскажите, кого еще считаете, помимо тех, о ком мы сегодня уже говорили. Хонор Вериор, Челленджер Барс, Пламя. Ну, я говорю, что считаю наиболее вероятным победителем скачки Челленджер Барса. Но за победу будут бороться Антек, Кинг-бой, Пламя. Ну, вот Евгений Сагид и Анджелик Мьюзик считают, не думаю. Пинк Эйр далековастенько кобыли, но там души. Ой-ой-ой. Так что здесь все будет очень интересно. Как и в любой каждой скачке этого дня. Просто под... А, за исключением некоторых, о которых скажем позже. Хорошо, Анина Анатольевна, спасибо вам огромное. Мы переходим к обсуждению нашей следующей скачки. И следующая компания тоже зубодробительная. Это кубок Майлера. Давайте закномиться с ним. Виннинг Сюрпрайз, Вергилий, Советник, Энергайзер Барс, Метрополь, Оазис Принц, Орсан, Вестерн Хит, Дирингем, Консул Барс и Стейферст. Здесь есть чемпионы этого приза прошлых лет. И, безусловно, от них мы тоже будем ждать великолепных выступлений. Рамазан, давайте начнем с Советника. Советник, который буквально недавно на Нальчикском ипподроме выиграл свой кубок Майлеров. Произвольно? Произвольно. Классный жеребец. Но если Стейферст также проедет дорожку в те же резервы, в 1.38, по-моему, в прошлом году, то Советник будет тяжело. Вот я считаю, здесь Советник и Стейферст. Но Советника здесь не заставили выложиться по Нальчику? Да, согласен, и дорожка другая. Здесь летная дорожка будет в Краснодаре. Я не знаю, как Советник проедет по такой резвой дорожке. А Краснодарская дорожка ему знакомая, ой, Краснодарская, Нальчикская, она по резвости уступает. Поэтому, если Стейферст заедет в свои секунды, то, я думаю, выиграет он. Но здесь вопрос к Евгению. По Стейферсту и заедет ли он в свои секунды. Ну и у нас Василий Юрченко есть. Да, да, да. Ну давайте начнем с вас. И к Василию Григорьевичу обязательно обратимся. Да, но Стейферст компанию свою провел хорошо. На 2.400, конечно, был эксперимент неудачный. Вернули на его любимую дистанцию. Тут, конечно, одно обстоятельство непреодолимой силы – это жеребьевка. То есть 11-й бокс на 1600 – ужасно просто. Ну ничего не поделаешь. Обращаемся к Василию Григорьевичу. Василий Григорьевич, Стейферст и его текущий порядок, учитывая, что соперники высочайшего уровня здесь подобрались, предположение, тактика на данную скачку? Тактика на данную скачку – попробовать, конечно, занять какое-то хорошее место. Но только это сложно очень с 1600 метров. При такой компании, как «Метрополия», «Энергайзер», «Газис», «Принц» и вообще все практически лошади, тут я не знаю, какую нужно стартовую скорость иметь, чтобы хорошо, здорово принять старт. Ну а на себя и садиться, ну тут уж тогда вариант какой. Будем стараться принять старт, хорошо, поехать, как все. Другой какой вариант здесь, в общем-то. На сегодняшний день, ну работая со Стейферстом, в общем-то, доволен, нормально, ходит, значит, чувствует себя прекрасно. Вот, ну сегодня имел уголок там, 1200 ехал он метров, ну в одну-одну проехал, не трогая его совершенно, жокей. Вроде бы нормально так, дорожка ему, по-моему, нравится на Краснодарском ухудроме сейчас. Вот, поэтому посмотрим, как сложится скачка. Но скачка будет серьезная очень. Согласен. К Нина Анатольевна Хохловой обращаемся по Оазис Принцу. Нина Анатольевна, Оазис Принца в этом сезоне показывает сумасшедшие секунды на дистанцию 1600 метров. Прежде всего вспоминаем розыгрыш Кубка Майлеров на Павловском ухудроме, где там в минуту 37 разыграли и одну десятую. И Оазис Принца сейчас это первый фаворит Кубка Майлеров? Для меня, да. В Кубке Майлеров у нас тоже произошли небольшие изменения. Арсан снялся и Консулмар снялся. Снялись две лошади. Для меня номер один это Оазис Принц. Стэй Фёст хороший. Ну, извините, есть такой у нас ветеран Кубка Майлеров, как Вестерн Хит, который легко в 28 здесь ходит. Советник сегодня сделал голову. Скажем так, резвее 29 500 метров. Метрополь при Энерджайзер слишком носится, слишком нервничает. Поэтому Вергилий тоже красавчик. Для меня вот Оазис Принц. Но остальные будут с ним бороться. Это прежде всего Вестерн Хит. Это Советник, Метрополь и Стэй Фёст тоже. Две лошади снялось, чуть сместится. Круг претендентов понятен. Орсан снят, консул бар снят, который вот только-только проехал в Грозном. Здорово, здорово проехал. Дилинген, кстати, не Анатолий, а Дилинген не снялся, он тоже в Грозном скакал. Пока нет. Коллеги, а вот Метрополь, который на дистанции 1600 метров, на центральном московском подроме, да в принципе, где бы то ни было. Метрополь это всегда величина всероссийского масштаба. Приз Фрагранта явно он себе в актив занести не сумел. Сейчас возвращается опять на 1600, Евгений. И в связи с этим, да, эксперимент на 2000 на увеличение дистанции не состоялся. Ну почему эксперимент, Максим? Ну он 2000 выиграл у Людовика трех лет. Почему эксперимент? Нет никакого эксперимента. 2400, да, 2000, нет. Там он плохо прошел не потому, что это не его дистанция, а просто потому, что он не в порядке. И тут все зависит от его текущего порядка. Если Метрополь будет в порядке, он здесь фаворит, но если не номер один, то номер два. Вот и все. Рамазан, по Метрополю. Согласен. Тоже чемпион, чемпион России. Согласен, да. Там не то, что там 2000 минут. Ну повторять не буду, Евгения, слова. Просто не в том порядке он был. Прошло с того самого момента больше месяца. 5 сентября он выступал в призе Фрагранта. Для лошади, лошади старшего возраста, если серьезных никаких проблем после скачки не возникло у Метрополя, все должно быть в порядке, да? Этих там четырех недель даже чуть больше должно хватить. Времени было достаточно, но тут опять же лошади стоят у себя на базе в конном заводе Донской, поэтому пока что, когда приедут, но они уже опять же никаких резвых работ делать не будут. Поэтому только по визуальному порядку сможем ориентироваться. Донской скачкой миллион раз выигрывал, все не единожды, они знают, как это делается. Все будет зависеть от текущего порядка лошади. В этом году, кстати, у них прошлогодняя ситуация не должна повториться, потому что в прошлом году они надолго зависли на центральном московском ипподроме. Мы каждый год видим одно и то же было, даже по Ростову, когда там был кубок ЮФО. Как только приезжают из Москвы, у них яма. Вот в этом году ее быть не должно. Они провели ростовские скачки, кстати, не столь успешно. Там Саккар проиграл, но он даже нисколько не... Там дорожка была. Там дорожка была, да. Но я думаю, что сейчас они должны быть в порядке. Там посмотрим. Хорошо, коллеги, переходим к следующей скачке. Это «Краса России». Знакомимся с составом участниц. Скачка для кобыл трех лет и старше. На дистанцию 1800 метров. Кендал Барс, Лемон Проус, Фалерна, Звезда Эклипс, Гордана, Тайра Барс, Картеч, Бьянка Доро, Беата и Эта. Обращаемся мы сразу же к Камилю Насибулину, тренеру «Звезды Эклипс» и Лемон Проуса. Камиль, хотелось бы у вас узнать относительно порядка «Звезды Эклипс» и последние новости о главном фаворите в призе «Краса России». Здравствуйте, студия. Здравствуйте, зрители. «Звезда Эклипс» будет сниматься со скачки. Так как она, когда переезжала с Павловского ипподрома, травмировалась в Каневодске. Там незначительно было, она прошла всю полностью под бутон, сделала крайне длинный голубь и чуть-чуть ножка, чтобы обновляться. И мы, чтобы сохранить кобылу на 4 года, решение снять кобылу и оставить. Да, конечно, тяжелое решение, учитывая, что выиграла она Большой Павловский Окс 25 сентября. И в связи с этим, Евгений, у вас такая даже, ну не то чтобы заочная или даже очная, был спор с Камилем Насибулиным. В частности, Камиль говорил, что пора бы уже «Звезду Эклипса» считать лучшей кобылой Краснодарского края. Вот сейчас, к сожалению, по объективным причинам, «Звезда Эклипс» не будет в рамках осеннего кубка конозаводчиков. Но, тем не менее, ее победы говорят сами за себя. Ваше мнение относительно нее поменялось или нет? Ну, нет, конечно, поменялось. Я уже миллион раз о том говорил. Я, опять же, анализирую то, что я видел. Но каждый раз «Звезда Эклипс» нас удивляла и показывала что-то такое, чего не показывала в прошлые разы. Редко такое, на самом деле, увидишь. Но, опять же, вспоминаем, чтобы не быть голословным, конкретику, когда она выиграла аналогичную в Павловской, на Павловском подробе, она концом там просто останавливалась. Это все видели. Какой можно из этого сделать вывод? Ну, все, ну, 1600 предел. Потом, оказывается, нет, еще можно. Потом еще можно. Потом, оказывается, и 2400 можно. Ну, вот так бывает. Хотя, очень-очень редко, я такого не видел, чтобы лошадь действительно каждый раз, в каждой новой скачке показывала что-то такое, чего раньше не показывала. Вот и все, что я могу сказать. Отлично, Евгений, спасибо вам огромное. Сейчас мы будем говорить уже по Бьянко Доро. И хотелось бы выслушать мнение Нины Анатольевны Хохловой по этой кобыле старшего возраста. Бьянко Доро выступает в этом сезоне стабильно. Да, одержала она, ну, в целом, вот одну победу, которая попала в эфир телеканала «Конный мир». Это было в рамках скачек 10 июля. После этого два старта и два третьих места. Но за сильными кобылами. Нина Анатольевна, Бьянко Доро. Видели ли ее, как работает, в каком порядке? В хорошем порядке. Но в свете того, что снимается «Звезда Эклипс», одна из фаворитов скачки, для меня вот на победу лидером становится «Тайра Барс». Ну, и будет биться она прежде всего с Бьянко Доро. Хороша картечь в очень хорошем порядке. Лемон Проллс тоже на 1800 не подарок. А там как скачка сложится. Гордану тоже считаю. Но для меня фаворит номер один – это «Тайра Барс». А Кендал Барс, ее соконюшница, Нина Анатольевна, Кендал Барс только-только Свойтагора обыграла. Плава, это обыграла хорошо. Но с «Тайрой» ей будет сложно спорить со своей соконюшницей. «Тайра» в хорошем порядке. Побьется за красу России еще раз. Я хочу сказать, что на фоне записки, неделю плотно мы работали, для меня такой диссонанс был кондицией именно вот этой скачки краса России. Я помню, когда она только была для краса России, для кобыл, рожденных в России. Вот и все. А когда началось для коневладельцев, для меня это, как знаете, фильм «Обыкновенное чудо», там король в исполнении Евгения Леонова, как почетный святой и почетный папа Римский своего королевства. Вот обеднел приз, обеднел, если бы были здесь ведущие кобылы конного завода Донской, конного завода Волгоградский, Малкинский, завода Секрекова. Вот это я понимаю краса России. Я не умоляю достоинств. Вот бриллиант у нас здесь на Кубани, чистокровное конозаводство. Но Россия – это не только Кубань. Вот мы видим по ведущим скачкам, каких лошадей привозят нам из других регионов. Я считаю, было бы правильным вернуться в прошлый статус. Ну да, здесь Бьянк, Тайра Барс. Для меня фаворит номер один. Елена Анатольевна, спасибо огромное. И вот мы как раз, развивая тему скачек для кобыл, представляем вашему вниманию круг фаворитов. Но из этого круга уже звезда Эклипса по понятным причинам выключается. Супер Окс. Супер Окс, который как раз-таки собирает у нас все то лучшее на данный момент, что есть в кобылям дивизионе на дистанцию 2400 метров. Агидель Стар, Селин Долорес, Лина, Иурика, Илюсиф Мам, Топ Лайм, Ривьера, Тиани, Рок Чарджер, История Безмерная и Миднайт Шот. Хотелось бы к Василию Григорьевичу Юрченко обратиться. Василий Григорьевич, кого-то удалось из представленных кобыл увидеть воочию? И если даже не удалось увидеть, вот ваше видение данной скачки, кого вы считаете здесь фаворитом? Ну, к сожалению, всех как-то так я не видел, но так, то, что мне понравилось, вот из того, что работалось, Илюсиф Мом хорошо работалась кобылка, значит, вот Тор Лайм, значит, ну вот, и почему-то мне думается, что где-то очень близко будет Рок Чарджер. К сожалению, вот от других не могу ничего сказать как-то так. Василий Григорьевич, спасибо вам огромное. Возвращаемся в студию обратного отчета. Вспоминаем фрагменты розыгрыша большого краснодарского приза ОКС. Рамазан, по данной скачке Илюсиф Мом здесь переборола Ариэль Барс. Ну, вот так получается, что и Ариэль Барса здесь нет, да, она в резерве. И Империя Барс тоже в резерве. А может, кстати, спросить у Нины Анатольевны, может, кто-нибудь снялся? Да, но мы обязательно этот вопрос зададим, да, сейчас пока вот по Илюсиф Мом. По Илюсиф Мом. Ну, могу судить по скачкам, потому что мы по работе их не видели. Для себя тоже выделил Илюсиф Мом, да, как лобовая фаворитка. Ну, громко сказать, лобовая фаворитка. Здесь есть ряд интересных лошадей. Там не одна Аксистка, а несколько Аксисток. Поэтому и вторую каблуат Амина Чумаева, Селин Долорес. Она ей показала, что она может бежать на разных ипподромах. Поэтому, я думаю, она тоже тут же будет побореться за первое место. Евгений, по Селин Долорес. Ну, вообще нет, я вообще хотел бы сказать, слушайте, я такого еще не видел, чтобы все Аксистки. Это действительно Супер Окс во всех смыслах этого слова. Ну, только всероссийская у нас на Супер Долорес писалась. Да, но у нее уважительная причина, что называется. Мы еще посмотрим по итогу, правильное это решение или нет. А так, да, все Аксистки здесь, я такого, честно говоря, еще не видел ни разу. Селин Долорес, ну, посмотрим. Она на дистанции 2400 ходила здорово. Среди трехлетних кобыл проиграла только Пионер Гелл, но Пионер Гелл здесь нет. Если будет в порядке, она вполне может претендовать на победу, конечно. Итак, вспоминаем также фрагменты розыгрыша Большого Пятигорского. Приза Окс, который выиграла Селин Долорес. 2,41,8 в хорошие секунды. Нина Анатольевна, по поводу Селин Долорес, видели ли ее и как она работает на Краснодарском ипподроме? Потому что для нее Краснодарский ипподром пока в новинку, да? В новинку, но кобыла, что называется, настоящая. Считаю ее и Люсимом на первое место. Вот они поборются. Ну, тут случайных никого нет. Тут все мы разговаривали с теми людьми, которые много лет у нас, любители, татошники. Они говорят, даже вот, даже думать страшно кого, что вот, меньше думать. Вот уже будем смотреть по текущему вот на лошадей. То есть сказать среди этих звезд, да, кто однозначно победит, очень сложно. Очень сложно. Ну, болеем за наших. На первое место я поставлю Люсимом, но не 100%. Селин Долорес, вот голова в голову. А здесь и Агидель Стар, и история безмерная в хорошем порядке. Сегодня растащила девчонку на проездке. Вот, может, ну, тренер пока не снимает ее. Посмотрим. Все одна в одну, что называется. Ну, здесь действительно, здесь... Ровные голубые лепят, ровные. Тут нету исходных оттолкнуться и сказать, что вот в силу такой-то причины, вот, однозначно будет, скорее всего, вот это. Нет, нет. Это действительно суперокс. Я согласна с Евгением, но беспрецедентные заявки. Беспрецедентные. Вспоминаем победу в Безмерной в Грозненском оксе. Да, коллеги, у Исы Бабуева в этом сезоне на Краснодарском ипподроме очень хорошая статистика. Да, с Хомлин Барсом приехали, выиграли кубок губернатора Краснодарского края. Сейчас Безмерная в Супероксе. Победительница и Грозненского окса. Шестое место на дерби в Грозном. И выиграла в итоге приз Краса Чечни. Евгений, положительные качества безмерные, какие отметим. Учитывая, что дорожка на ипподроме 779 тяжеловата. Была. Сейчас уже нет. Но вот те победы, которые добывала Безмерная. Трудно сказать. Безмерная у нас в этом году никуда не ездила. Поэтому о том, что она собой представляет, при всем уважении к той компании, которую она сейчас обыгрывает на ваших глазах на экранах, что она представляет в сравнении с лучшими, я не знаю. Вот, например, опять же, Селинда Лорес. Окей, в Пятигорске лучшая, но она съездила в Москву, и там тоже выступила просто великолепно. Понятно, что Пионер Гелл есть Пионер Гелл, но она второй была. А Илюсиф Мам, понятно, здесь она в Краснодаре тоже сильнейшая ходила. И мы знаем, что эти лошади собой представляют. Потому что Краснодар – это вещь в себе. То есть, насколько сильные там лошади, мы и так знаем. Не обязательно куда-то ездить. Безмерное – не знаю. Тут только опытным путем понять. Может, точно так же, как и история. И Лина, которая в Нальчике выступала только. И Ривьера. Ну, Ривьера уже, кстати, в Краснодарский край приезжала. И никуда не попала. Мы помним, что Ростовская оксистка и дербист в Павловской на Оксидерби, соответственно, никуда не попали. Ну, не знаю, может, там дорожка не подошла. Еще один шанс. А пока что статистика не очень. Коллеги, спасибо вам огромное. Опять же, скачек достаточно много. И мы переходим к следующему призу. Это Grand Criterium. Состав вашему вниманию. Подишах. Eclipse, Sabur, ArcCrist, Hira, Lorana Bars, Best Fighter, Proper Proza, Sinim, High Baby, General 1, Eheia и Iberia. Обращаемся вновь к Василию Григорьевичу Юрченко. Василий Григорьевич, Lorana Bars. Вот, Lorana Bars в этой компании ни в коем случае сбрасывать со счетов не стоит. Удалось ли ее увидеть на работах с утра в конюшне? В каком она сейчас в порядке пребывает? Да, Максим, я согласен. Lorana Bars, конечно, как ее можно сбрасывать? Это великолепная кобыла. Резвостный потенциал высок у нее очень. Тем более она вот показала в последние разы, что она и принять может тоже здорово. Компания у нее тоже, конечно, такая, где просто так не выиграть. Но Lorana Bars, не думаю, что кому-то подарки будет делать. А по работе, в общем-то, вполне-вполне выглядит прилично кобыла, хорошо очень. И чувствует себя великолепно. По-моему, вот ее как раз сегодня и довелось увидеть на работе. Она очень хороша. Ну что же, будем отталкиваться от вашего мнения, Василий Григорьевич. С тем же вопросом обращаюсь к Рамазану Черчаеву. Мы работы не видели, но видели достаточное количество скачек, Лоран и Барс. И отмечаем, что на том же критериуме, который проходил на Краснодарском подроме, да, она была третьей за Аркристом и Синим, но ехала с приема почти голова в голову с этими лошадьми. Нет, а была резвая, чтобы о ней рассказать. Она же доказала, показала и рассказала. Здесь Аркрист, мне интересен обладать хорошей резвостью. И мне кажется, разыграть они вдвоем. Тоже состав, Лорана, Аркрист, Синим. Ну вот из этой тройки кто-то должен... Для меня Аркрист, потом Лорана и Синим в тройке. Евгений, у вас вот в этой тройке предпочтение? Лорана не так хороша на дистанции 1000 метров, как на более длинные дистанции. У нее все-таки такой скорости нет. Опять же, когда мы говорим спринтер. Миллион раз уже об этом сказано. Кто такой спринтер? Обладающий стартовой скоростью. Можно разогнать, конечно, и стайра до спринтерской скорости. На начальном этапе, да? Может быть, не с самого приема, но чуть дальше. Потом, что у него останется на финише. Поэтому, то, что мы видели в этом сезоне в исполнении Лорана и Барс, 1000 метров это не ее лучшая дистанция. Исходя из этого, я на первое место поставил Аркриста, на второе Синим как раз. Синим и обладает лучшей стартовой скоростью. Самой лучшей стартовой скоростью в стране. Но не всегда ее хватает на всю дистанцию. А вот Аркрист более ровный. Поэтому я считаю, все-таки Аркрист, конечно, номер один. Итак, Аркрист в этом сезоне выиграл у нас и на 1000, и на 1200. В Большом спринтерском на Краснодарском ипподроме на 1200 был вторым. Вот, то есть, Синим, Аркрист на победу, Лорана Барс рядом с ними. Не факт. Окей, проверим. Проверим. Коллеги, давайте перейдем к следующей скачке. Это уже кубок Жакей-клуба, который собирает великолепный состав. Темпл оф Грум, Пафос, Саккар, Демплиер, Эриний, Свайтагор и Промастер. Но здесь тоже, что ни кличка, то чемпион, причем в этом сезоне тоже же доказавший свой класс. Сейчас Пафос. Пафос из ниоткуда ворвавшийся к нам на Кубке Эльбруса. Мы как-то упустили его победу в призе города-героя Москвы на Ростовском ипподроме, приз первой группы. А он добавил еще один приз первой группы. Рамазан, Пафос в этой компании, в компании с Тамплиером, которого хотели потрепать уже многие в этом сезоне, не получилось. Ну, Пафоса я знаю вообще с момента покупки. Он приехал в Россию, он проблемный был изначально, не ладился жеребчик, но по себе латненький. Но потом молодцы, что продержали, он пережил все свои болезни, так скажем, и окреп. На сегодняшний день он показал прогрессировать очень сильно. Вот он и прогрессирует, прогрессирует. Тамплиера поймать будет сложно. Я не говорю, что невозможно, но сложно, потому что он лобовой фаворит. А так разделим фаворит и на претендента. Вот Пафос претендент на победу. Такой же претендент, как Сакар? Ну, для меня Пафос более перспективен, чем Сакар. Евгений, к Сакару подбирали ключики Александра Ивановича Чуговиц весь сезон. Пытался, колдовал и так далее. Это немножко другое. Ключики это когда ты не понимаешь просто, что с лошадью делать. А тут конкретно известно, что у лошади были проблемы. Вот и все. Но по осени, вот мы видим, в прошлом сезоне то же самое, да? И подошла, да. Подошел. Нет, в прошлом году не так. В прошлом году он весь сезон скакал, и скакал успешно. Он третьим на дерби был. Да, крейтвинер там вторым был вообще-то, если вы забыли. И на Кубок чемпионов он здорово прошел. Там другая ситуация. Просто он прибавлял по сезону. А здесь у него были проблемы, но в конце концов он эти проблемы преодолел. Да, и колдовал-колдовал Александр Иванович Чуговец. И вот, наконец-то, наколдовал эту победу. Ну, посмотрим. Ростовская скачка была ужасной во всех смыслах. Тяжело ему было. И там мы видели, что Морзабек в конце концов правильно сделал. Что не стал коня наказывать. По финишной прямой видя, что не берет. Он, конечно, претендент, да. Ну, тут тамплиер номер один. Да, обращаемся вновь в Краснодар. Нина Анатольевна, тамплиер. Я думаю, что вот этой победой в Кубке Жакея Клуба тамплиер окончательно может себя зарекомендовать как лучшая лошадь года в нашей стране. Как вы считаете? Лучшая лошадь старшего возраста. Да и не только претендент. Да, ему надо будет Temple of Grum обыграть. Вот эту лошадь в таком сейчас порядке. Я его ставлю голова в голову с тамплиером. Вот, как стопроцентного фаворита. А потом Пафос, Саккар. И посмотрим, не видела еще Ирине. Святагор тоже в хорошем порядке. Но вот Temple of Grum очень серьезный соперник. И если тамплиер и его победит, вот это будет да. Вот это будет да. Респект. Участник потенциальной Кубка Чемпионов в следующем году. Коллеги, вопрос такой. Тамплиер, известно, как едет по дистанции. Тамплиер едет резво. С места до места одержаны все пять побед в этом сезоне. Обладает ли, Евгений, как вы считаете, Temple of Grum таким порядком на данный момент, чтобы проехать, ну, по сути, вот с ним голова в голову. Зачем ему ехать с ним голова в голову? А на что тогда расчет нужно делать? На что тогда нужно делать расчет? На то, что тамплиер ослабит хват под конец? Нет, слушайте, ну, тамплиер, это, давайте так, не все сразу. Тамплиер. Видели с начала сезона, что он трудноуправляемый. Но затем, от скачки к скачке, он демонстрировал все большую и большую покладенность. И прошлую свою скачку он выиграл уже, вот видите, Хамзат даже не на прямых ногах его сдерживает. Хотя до этого просто Хамзат... Да, по-моему, и по этой скачке были были такие моменты. Не-не-не, он так хотя бы на согнутых коленях. А она в прошлой скачке, как Хамзат, она вообще как на водных лыжах ела постоянно. Все лучше, лучше и лучше. И плюс еще по тем скачкам была проблема в том, что там не было соперника сильно. То есть все ехали пешком, и чем тише едут лошади по дистанции, тем сложнее тамплиер. Здесь такого не будет. Хотя, опять же, шашки наголо, как в супердерби, тоже никто не поедет. Но здесь есть Ириней, например, который может повезти. И он любит это делать. Так что, чем резвее пейс, тем лучше тамплиер. Но, а что касается темпу Логрома, он по себе поедет. Зачем ему ехать с тамплиером? Ну, конь ровный. Да, у него нет такого космического броска. Вы помните, тот год он эту скачку проиграл князю Исупову. Потому что там ехали тихо, а такого финишного спорта, как у князя Исупова, у него нет. Но, когда скачка будет с хорошим пейсом, лошадь силовая, посмотрим. Интересно. Интересно будет за всем этим понаблюдать. Следующая скачка, о которой мы поговорим, это Кубок чемпионов. Для лошадей 4-летнего возраста и старшего на дистанцию 2000 метров. Летнюю ночь, Праудмейкер, Паганини, Томми Лебарс и Лафайет. Я бы это отметил, извините, сразу. Ну, какая это первая группа? Это закрытая скачка. Закрытые скачки не могут быть первой группой. Ограничительный приз. Ограничительный приз, конечно. Итак, летнюю ночь. Коллеги, летнюю ночь победительница приза конозаводчиков России на центральном московском подроме. Очень тяжело далась эта победа. Летней ночи пока не совсем понятно, в каком порядке на данный момент кобыла пребывает. Вот учитывая, сколько сил ей пришлось выложить для того, чтобы обыграть Ебьянка Дору и Тайру Барс. Она эту скачку на классе выиграла, по сути. Она и в том-то сезоне на осеннем кубке конозаводчиков тоже, да? Нет, нет. В том году она скачку выиграла легко, играючи. В этом году, но мы видим, что немного Александр Чугуец-младший где-то ошибся с подготовкой. Я общался с руководством конного завода Донской, я этих лошадей так внимательно не видел в тот раз. Тем более у нас и позиция была не впадает. Но лошади были тяжеловатые чуть-чуть. Поэтому так прошел Метрополь. Ну и летняя ночь была не идеально готова к этой скачке, поэтому победа далась ей нелегко. Она выиграла на классе. Мы знаем, что такие скачки, особенно возрастным кобылам, даются нелегко. Поэтому тут уж, опять же, все то же самое, что я сказал про Метрополь. Если она будет в порядке, она потягается. Хотя, опять же, так легко, как она выигрывает с кобылами, не получится. Летняя ночь, по-моему, с жеребцами скакала в жизни всего один раз. Когда как раз за Грейт Винером была, второй на Калининске. Потом она с жеребцами ни разу не скакала. Но двух лет это одно. Трех лет, четырех лет с кобылами с жеребцами совсем другое. Вот и посмотрим. Но с Грейт Винером она дважды сталкивалась и на Калининске, и... Ну вот приз в честь российско-монгольской дружбы в этом сезоне, по-моему, тоже там жеребцами были. В этом году мы эти скачки не берем, потому что все-таки эти скачки для летней ночи рассматривались как подготовительные. И она скорее для работы ехала. Хотя да, скачка с Биг Брайтом, когда она второй была, там в 51, там она 52 с копейками 1800 приехала. Следующий претендент это Паганини, победитель главной скачки для доморощенных лошадей, приз Фрагранта на центральном московском подроме в этом сезоне. Нина Анатольевна, по Паганини, безусловно, хотели бы вас спросить о его текущем порядке и о вашем представлении о том, как для Паганини может Кубок чемпионов сложиться. Из всех участников скачки видела только Томми Лебарса, Паганини готовится у себя в заводе. Вот, Томми Лебарс в порядке, шикарно, блестит, набранный, шейка так поднабралась, уже не такая тоненькая. То есть, серьезный очень соперник, но на первое место ставлю Паганини. Вот, вот хочу, чтобы подтвердил. 2000 это его стихия, хотя здесь вот такие ребята, как праутмейкер. Ой, на 2000 даже страшно подумать, что он может Паганини предложить, так же, как и Томми Лебарс. Вот, Лафаэд будет ехать с места до места, думает это ему вступительный. В общем, скачка будет зубодробительная. Ну, я болею за Паганини. Василий Григорьевич, хотелось бы узнать, за кого вы болеть будете в этой кампании. Вот Нина Анатольевна свой выбор сделала в пользу Паганини. У вас какое складывается впечатление по Кубку чемпионов в этом году? Ну, из того, что я видел, вообще-то Томми Лебарс, за него буду болеть, наверное, я здесь. Вот. Ну и Лафаэда тоже, в общем-то, считаю я очень серьезно. Вот Паганини просто как-то не видел, не слышал после московских скачек. Ну, Томми Лебарс, наверное, все-таки для меня. Василий Григорьевич, спасибо вам огромное. Да-да-да. Паганини только завтра приедет, они у себя в хозяйстве работают. Рамазан, резюмируем наше представление о Кубке чемпионов. Каждый из наших экспертов выбрал своего фаворита, что замечательно. Да, что говорит о силе кампании, о том, что лошади действительно классные, каждый выделяется по словам. Кампания неплохая. Я не скажу прямо чемпиона. Евгений Капушев, хотя и в прошлом году обещал, что скачку откроет и будет Кубак чемпионов настоящей скачкой. Но слово свое не сдержал. Да, и снова в очередной раз мы видим, что это у нас закрытая скачка. Ну, соответственно, и состав примерно такой же. По данной скачке на первое место ставлю праутмейкера Томми Лебарс. Паганини хороший, если в порядке будет, то да, он нестабильный. Он всегда в платье. В Москве он показал, что он реально классный жеребец. Вот он экстренно, шикарный жеребец. Но мы его не видели. Но мне кажется, что праутмейкер здесь как раз на эту дистанцию предложит. Коллеги, спасибо огромное. Мы подводим итоги нашего обсуждения первого дня. Трансляция осеннего Кубка Конозаводчиков. Кубок Майлеров, он так называется. 16 октября. Прямая трансляция начнется на Конном мире в 10 часов 40 минут. Не пропустите. Это грандиозные события. После небольшой паузы в нашей программе мы поговорим про второй день осеннего Кубка Конозаводчиков и про Чемпионс Дэй в Англии. Возвращаемся в студию программы «Обратные отчеты» и продолжаем говорить про осенний Кубок Конозаводчиков. 16-18 октября на Краснодарском упадроме пройдут 20 скачек. И на очереди у нас второй день. Открываем мы его супердерби. И давайте, коллеги, знакомятся с составом участников и участниц розыгрыша супердерби 2021. Итак, «Доминик Стар», «Терек Стар», «Акбузат Стар», «Пионер Гел», «Стиль», «Серемеи», «Грейт Лайтинг», «Голден Клинк», «Рассказ Рэй», «Акцент», «Лорд Бурбон», «Хит Дженерейтор» и еще пять голов в резерве. И прямо сейчас с нами готов пообщаться Иван Самохин, вице-президент Сады Придония. Иван, мы будем говорить вместе с вами про «Пионер Гел». Но на самом деле событие не рядовое, когда «Кобыла» записывается в состав супердерби до 2021 года. Валер Мари была единственной до сих пор, кто с жеребцами соперничал в супердерби. И хотелось бы, Иван, первый вопрос задать. Вот это решение, насколько тяжело, как к невладельцу и в обсуждении с тренером, вам удалось записать «Пионер Гел» в супердерби? Добрый день, друзья. В первую очередь хотелось бы сказать, что прежде чем мы руководствовались принятием решения, мы, конечно же, опирались на следующие факты. Первый факт у нас есть уже статус всероссийской аксистки. И мы считаем, кто хотел побороться за этот статус, и кто мог побороться, те участники приехали и поборолись. Второе. Мы не попали по ветеринарным причинам на розыгрыш статус-придония большого всероссийского ДРП. И этот тоже момент остался незакрытым. Ну и, конечно, мы увидели уже 5 сентября, после розыгрыша 5 сентября, призы центрального московского ипподрома в том, что Кабул абсолютно не смущает компанию жеребцов. И то, как она прошла эту скачку, будучи не в лучших кондициях, вселило нас уверенность. И мы приняли достаточно легкие решения скакать в супердерби. Мы считаем все-таки, что предстоящий скаковой митинг – это, безусловно, великолепный праздник чистокромного конозаводства, но в рамках закрытия скакового сезона. И все-таки, что традиционные большие призы, которые стоят в более плотном скаковом графике, в которой подходишь ты по более сложному этапу отбора, они более сложные. И поэтому мы решили, что кобылей вопрос для нас закрыть. Для нас нет вопроса по кобылам. Кто из кобыл хотел бы посоревноваться, пожалуйста, давайте это сделаем в рамках супердерби. Ну и в конце концов, с жеребцами, одними жеребцами, одна девочка поедет и жеребцам повеселее. Отлично, Иван, спасибо вам огромное. Вот хотелось бы вместе с вами, коллеги, обсудить данный вопрос. Кобыла в розыгрыше супердерби – событие, которое встречается нечасто. И нужно обладать здесь и смелостью, и решительностью для того, чтобы записать кобылу к таким жеребцам. Мы уже озвучили список ее соперников. Рамазан. Ну, кобылы встречаются, первое, то, что очень часто в дерби. Супердерби – это второй вопрос. Да, в дерби, да, и часто выигрывают. Но здесь суперкобыла в компании не просто жеребцов, а супержеребцов. Поэтому сейчас спросим у Евгения Капушева порядок лорда Бурбона. Если он вберет голову и скажет, что все нормально, то кобыле будет тяжело. Пока вот именно вопрос по кобыле, Евгений. Слушайте, ну, мотивация владельца понятна. Он ее обрисовал, сказал, что с кобылами нам скакать уже не интересно. Мы понимаем, что она из них лучше. Тут могут быть разные мнения, но результат всероссийского окса говорит сам за себя. Хотя, по справедливости ради, надо сказать, что всероссийский окс – это не всероссийская дыра. То есть, если всероссийская дерби, 6 миллионов, то все приехали, то краснодарские могут сказать, ребята, что мне ехать в Москву на окс, если у меня свой окс дороже стоит. Тут, может быть, не совсем все так прямолинейно. Но, тем не менее, то, что пионер-гелл пока что лучшая трехлетняя кобыла России, по классу, у меня пока что сомнений нет. Сейчас посмотрим. А по итогам этой скачки, ну, посмотрим, не будет ли мучительно больно за принятое решение. Хорошо, мы вновь к Ивану Самохину обратимся. Иван, ну, мы озвучили список, великолепный список супердерби, да, состав просто зубодробительный. Здесь и всероссийские дербисты, и многие другие дербисты региональные. Вот основной соперник для вас – это кто? Вы знаете, когда в скачке участвуют четыре дербиста, один из них всероссийский, два вице-дербиста, и победители различных скачек первой группы на разных ипподромах на дистанцию от двух до два восемьсот. Очень сложно кого-то выделить из них. И мы, безусловно, понимаем, что ехать будут все участники только на победу, да, на такие скачки не выходят за участием, на такие скачки выходят только бороться за победу. Поэтому нельзя выделить кого-то из них. Тут еще такой этап сезона, это закрытие сезона, да, кто лучше будет готов. То есть в стрессовой ситуации мы не поднимаемся до уровня ожидания, а падаем до уровня подготовки. Кто будет лучше готов, тот, наверное, и будет сильнейшим. В любом случае каждый соперник вызывает уважение, и, наверное, здесь мы не можем выделить кого-то. Иван, спасибо вам огромное. Желаем удачи всей вашей команде с Пионер Геол в розыгрыше Супер Дерби. Мы продолжаем говорить про Супер Дерби, и на очереди у нас обсуждение Голден Клинка. Голден Клинка и с Камильем Насибулиным чуть попозже мы свяжемся. Коллеги, давайте тогда раскручивать, да, вот этот маховик обсуждения с Голден Клинка, опять же, да, впечатление от второго места в розыгрыше Краснодарского приза Дерби, и после этого он был четвертым на Большой Всероссийский приз Дерби. Слушайте, ну, мы уже все по этому поводу сказали. В Краснодаре он там проиграл какие-то сантиметры. Я же говорю, такое поражение иной победы стоит. Ну, а то, что Москва, опять же, мы понимаем особенности Московского ипподрома, там дорожка, в отличие от Краснодара, недружелюбна, совершенно недружелюбна к гастролерам, и плюс дорога. Длинная дорога, плюс они приехали накануне, насколько я помню, и вот в падоке на меня Голден Клинк впечатления не произвел. То есть в Краснодаре он был в теле такой, было видно, что лошадь прям горела, прям блестела. В Москве он выглядел далеко не так хорошо, на мой взгляд. Обратимся вновь в Краснодар. Нина Анатольевна, Голден Клинк, мы видели в этом сезоне, что довольно часто перед скачками Голден Клинк так заводился, да, тратил много сил еще до скачек. Камильный Сибулин этот вопрос постепенно-постепенно решал, подводя его главным стартом. Вот сейчас ваше ожидание от Голден Клинка в отсутствии фастбоя основного его соперника по краснодарскому дерби? Будет бороться за победу. У нас небольшие изменения в составе. Снят десятый номер акцент и из резерва ушел РТН. То есть у нас в основной состав дерби проходит Марк Аврелий, который уже на ипподроме и работает. К сожалению, да, ну поберегли. Не к сожалению, а принято решение поберечь фастбоя, поэтому Ренабе Краснодарского дербиста будет отстаивать у нас второй призер дерби Голден Клинк. Считаю его на победу, считаю на победу Стиля и Доминик Стар. Вот Доминик Стар это очень серьезно. У нас, кстати, на 2.400 на нашем ипподроме немножко сложновато стартовать у бровки и с середины поля. Вот как-то вот самые поля у нас, ну я считаю, лучшие для тактической езды. Ну, тем не менее, Доминик Стар очень серьезный конь. Тоже считаю его на победу. Относительно Пионер Гелл, все-таки для нашего песочка, вот смотрю на текущий порядок кобылы, вот мне не хватает в ней блеска. Кобыла очень серьезная, кобыла шикарная на таком ходу. Вот при ее росте и рычага, кажется, ну елки-палки, не складеха, на ходу вот ход гончий такой. Вот, но для нашего песочка мне не хватает в ней блеска. Хотя вот ребята, кто ее наблюдал, говорят, она и в Москве такая была, то есть всероссийский Оксона и в таких кондициях выиграла. Но соперники у нее очень серьезные. Стиль, Доминик Стар, лорд Бурбон, выезжает сегодня из завода, в отходе готовился. Его еще не видела. На выводки всех посмотрим. Завтра еще, может, кто-то поедет. Нина Анатольевна, спасибо вам огромное. Вот как раз к Камилю Нусибулину мы готовы обратиться по Голден Клинку. Он будет отстаивать честь Краснодарского ипподрома как вице-дербист большого краснодарского приза дерби. Камиль, Голден Клинк, ну азарт Барс, как вы уже сказали, после Павловского дерби на этом свою трехлетнюю кампанию завершил. Надежда на Голден Клинка и по текущему порядку. На сегодняшний день Голден Клинк готов полностью, абсолютно. По подхождению к скачке он меня устраивает, по резвым работам тоже устраивает. Визуально тоже хорошо выглядит. Камиль, вот относительно тактики, которая может быть выбрана, понятно, что она по скачке может меняться от разных обстоятельств. В Москве Морзобег посидел немножко на Голден Клинке. По краснодарским скачкам мы понимаем, что Голден Клинку держаться лучше все-таки по передам. В данной ситуации, в розыгрыше супердерби, чего нам ожидать от Голден Клинка? Ну вы знаете, по московскому дерби, лично свое мнение скажу, скачка не пошла нам в руку. Изначально с боксов она не задалась. Вот и все. Мы очень плотно ехали, пришлось много колесить. Когда лорд Бурбон пошел сокращать повороты, мы колесили все повороты. Это тоже немалый такой фактор. Просто не задалась скачка и все. Не пошла. Бывает такое. Но в любом случае, Камиле, желаем вам в эти выходные в воскресенье выступить гораздо успешнее, нежели на центральном московском подроме. Спасибо вам огромное за комментарии. Обращаемся к Василию Григорьевичу Юрченко. Василий Григорьевич, Great Lighting здорово ходит, здорово готовится и выглядит. У вас какие впечатления от текущего порядка жеребца? Почему вы приехали, пришлось только колесить? О, вот, честно говоря, я не могу, в общем-то, сказать что-то так уж точно. Как-то так вот он, видимо, я оплекался в этот момент, значит, и особо не могу сказать. Хотя, в общем-то, думаю, что должен-должен пройти здорово. Вот как раз его показали, там, картинку. Потому что до этого он немножечко-немножечко был, по-моему, не готов. А сейчас то, что надо с ним. Василий Григорьевич, спасибо вам огромное. Возвращаемся в студию обратного отчета. Рамазан, Серемей. В этой кампании, в этом сезоне впечатление от выступления Серемея. В прошлый раз он ехал с жеребцами старшего возраста на казанской дорожке. Флавтеса чуть не обыграл. Флавтеса. Ну а что? Нет, я согласен. Флавтеса, я согласен. Все-таки это лошади всероссийского масштаба. Флавтес серьезный жеребец. Ну, Серемей он позднеспелый. Вот на вторую половину сезона он более-менее стал как трехлетний жеребец. Вот, поэтому тяжело будет, тяжело будет ему. Очень тяжело. Но надежда есть. Поэтому здесь, в этой скачке, Доминик и Доминик Стар. И Лорд Бурбон, я думаю, они разыграют вдвоем. Лорд Бурбон, Евгений, предыдущая скачка 5 сентября. Да, понятно, вы уже озвучивали причины, по которым Лорд Бурбон финишировал с травмой. Да, вот с того момента что поменялось? Слушайте, ну, во-первых, изготовили ему подкову сплошную. В общем-то, пока что нареканий по этому поводу нет. Надеемся, что не будет рецидива. Но это определенный риск? Это вот когда вы принимали решение записывать его на Супердерги? Слушайте, ну, тренер знает, что он делает. Опять же, Коннорд Лорда, вы помните, всю жизнь эта проблема преследовала. Такие ситуации бывают. Вот у нас вестерн-хит полсезона не скакал из-за этого. К сожалению, американским лошадям это присуще. Хотя я даже не понимаю, почему. Очень часто у американских лошадей проблемы с копытным рогом. Будем остаться надеяться. А как? Ну, у любой лошади, как у любого профессионального спортсмена, есть профессиональные травмы. Просто люди зачастую об этом не говорят, пока это не становится столь вот очевидно, как это было на примере Лорда в Москве 5 сентября. Поэтому что делать? Работаем с тем, что есть. И надеемся на то, что не будет рецидива. А если лошадь будет в порядке, то, конечно, она намного способна. Ну что ж, пожелаем успехов и самое главное здоровья всем участникам Супердерби 17 октября. Мы говорим про осенний марафон. Еще одна скачка в рамках осеннего кубка конозаводчиков. Состав участников Руан, Брайтман, Хартофф Виннер, Отто фон Бисмарк, Райзен Кинг, Тайный игрок, Даймонд Линк, Хопнер, Шотландец Барс и Бернардино Ча. Нина Анатольевна, вам самая легкая задача решить, определить, проанализировать Даймонд Линка и сказать, победит, не победит на 3200 в очередной раз. Я думаю, победит. А все остальное это заплатные места. Тайный игрок с шотландцем поборется за второе. Бернардино Чарм, Отто фон Бисмарк и Брайтман за третье. Это я так думаю. А там как поедут, как скачка сложится. Но Даймонд Линк для меня безоговорочный фаворит. Дай бог ему здоровья. Это действительно живая лошадь, спортсмен, все может быть. Но Краснодар, для него наша дорожка так же любима, как и Павловская. Красавец. И Нальчикская тоже, как он показывает. Красавец. Нина Анатольевна, спасибо вам огромное за ваши комментарии сегодня. До встречи в Краснодаре. И хотелось бы узнать мнение Василия Григорьевича Юрченко по Даймонд Линку. Вы так же во всем согласны с Ниной Анатольевной относительно того, что Даймонд Линк в этой кампании основной претендент на победу? Да, я согласен с Ниной Анатольевной полностью. И зная Якова Евгеньевича Мана, это человек, который просто так никого никуда не возит. Он если везет кого-то, значит считает, что шансы большие. А Даймонд Линк уже и зарекомендовал себя там. Можно не думать, даже и стиль, в каком он едет, конечно, это здорово. Хотя, конечно, компания серьезная и очень интересно будет на шотландца Барса посмотреть. Да и на Брайтмана тоже мне очень хочется посмотреть, как они себя поведут на дистанцию. Василий Григорьевич, и вам огромное спасибо. До встречи в Краснодаре. Спасибо за ваши сегодняшние комментарии. Но вот помимо Брайтмана, помимо шотландца Барса, в этой кампании еще и Бернардино Чарм. Рамазан. Здесь что, эксперимент на 3200 метров, да еще под Даймонд Линка? Почему под Даймонд Линка? Кто еще под кого? А вот так вот, да? Хорошо. Это эксперимент. Мы всегда приветствуем такие комментарии. Равноценные скачки. Вот было 2400, там там плиер. Здесь 3200, здесь Даймонд Линк. Заранее мы приехали уже в Краснодарский край. Почему именно 3200, Рамазан? Это ранее еще Евгений Капушев говорил и переубедил изначально, что Бернардино Чарм майлер. Потом я думаю, ладно, не сразу соглашаться же. И посмотрел, посмотрел. И он оказался и майлер классный, 1.39. Не каждый майлер бегает так. И стайр классный, 2.32 по Москве. Вот посмотрим теперь это эксперимент. Это эксперимент на 3200. А зачем? Почему? Интересно. Окей. Потом посмотреть и обсудить. Так же, 2400 мы ехали, а 3200 еще нет. В принципе, если Стас проедет нормально, в прошлый раз он в Павловске, он ехал, в принципе, для работы. Но он вместо работы сделал тяжелейшую скачку. Постоянно у нас, когда говоришь, Стас, езжай там вторым колесом, третьим, едет. Иногда бывает то, что он путает, удивляет. Пятым, шестым колесом может он проехать всю дистанцию. Ну, как будто на машине едет. Ну, там-то состав тоже серьезный. Затомили Барсом удержись пятым, шестым колесом. В общем, жеребец вроде выдержал нормально, в порядке. Вот завтра уже будем на Краснодарском ипподроме и проведем эксперимент. А дальше как раз и обсудим. Ну, отлично. Евгений, вот подводя итоги всех наших сегодняшних обсуждений, в том числе касаемо и осеннего марафона. Ну, смотрите. Конечно, Diamond Link вот в этой компании только одна лошадь обладает сопоставимым классом. С Diamond Link это Бернардино Чарм. Все остальные классом ниже и всех остальных он обыгрывал. Ну, тайный игрок, я не знаю, он слишком тайный. Пока что для нас. По-тяжелому выиграл Ростове. По-тяжелому, да, но там я не думаю, что это референтное значение для этой скачки. По большому счету здесь один Бернардино Чарм. Другой вопрос, что против Бернардино Чарма минус. Да, это неизвестность по дистанции. И плюс все-таки в Павловской мне Станислав Гончаров говорил, что Холь не в порядке и слишком плохо они преодолели вот это путешествие. Букавец, жеребец был в порядке. Это ваша внутренняя кухня. Я ссылаюсь на мнение тренера. Окей, не вопрос. Но в любом случае минус 3200 мы не знаем. То есть Diamond Link парадоксально в этом смысле. Он ходит на 3200 так, как в принципе... Ходить-то ходит, не выигрывает. Так выиграть нельзя. Потому что как это? То он едет на 1600 с кем-то зарубился, с конем из Калмыкии. Не встал. Тут всю скачку мы видели в Павловской. Морзобег просто опять как на водных лыжах. Всю дорогу. Все равно концом уходит и выигрывает легко. Но он это умеет. Умеет ли это Бернардино Чарм? Не знаю. Посмотрим. Итак, дорогие друзья. Обо всем этом мы будем говорить в рамках наших двухдневных трансляций с Краснодарского ипподрома. Напоминаем, что второй день также начнется на нашем канале в 10 часов 40 минут. 17 октября закрытие скакового сезона на Краснодарском ипподроме. Но это еще не все события, которые вас ожидают на конном мире в эти выходные. Напоминаем, что в Англии тоже в эти выходные определят своих чемпионов, как и в России. Но дело в том, что мы в девятый раз проведем осенний кубок конозаводчиков. А в Англии будет юбилейный 10-й чемпионс-дэй, который соберет великолепный состав. Шесть скачек, четыре из которых призы первой группы и на тысячу метров, и на 1600. Одна из самых, мне кажется, любопытных скачек. Да, противостояние Пелла Спир и Баид. И Страдивариуса с Трушеном мы увидим. И Лав, и Сноуфол, и Мишриф самое главное. То есть все эти звездные пички, я только малую часть перечислил, которых вы услышите на канале «Конный мир». И, безусловно, вас хоть и ждут с нетерпением этого события, как и мы весь сезон ждали этого чемпионского дня, в рамках которого определится также еще и чемпион «Жакей». Там идет борьба голова в голову между Оишином Мерфи и Уильямом Бьюиком. Поэтому не пропустите это событие на телеканале «Конный мир». Наверняка вы, коллеги, тоже с нетерпением будете ждать этих грандиозных скачек в Англии, Евгений. Ну, буду, конечно. Другое дело, что у нас наложение получилось, да, одного на другое. И там уж не знаю, в Краснодаре будет ли у нас... Нет, почему, почему. Сразу после окончания краснодарских скачек мы будем говорить уже про Англию. Ну, к сожалению, сразу же по окончанию краснодарских скачек я не могу телепортироваться в номер к телевизору. Все-таки у меня за это время зовет, когда с людьми пообщаться. Есть мобильные приложения. Со всеми, ну, будем стараться, да. Так что, дорогие друзья, вот у Евгения Капушева такой возможности нет, а у вас будет. Не уходите далеко от телеэкранов. После первого дня, после Кубка Майлеров в Краснодаре, вы увидите, начиная с 15 часов 23 минут, прямую трансляцию Champions Day из Англии. На этом, дорогие друзья, программа «Обратный отчет» завершается. Благодарим Рамазана Чочаева, Евгения Капушева и наших гостей за их комментарии, за их мнения. Любите скачки, смотрите «Конный мир». Счастливо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова